И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен, конечно же, нашему любимейшему спецрежиму, который у нас появился сегодня в пятницу 23-го числа. Это васпасмака, это мостик, это все тот же самый дефолтный, лучший, лучший, лучший спецрежим, который был когда-либо в этой игре. Но, к огромнейшему моему сожалению, даже здесь решили немножечко, а может даже и множечко испортить его и сделать его более неинтересным и более неспортивным, нежели он был у нас раньше. Как вы знаете, кто играл в данном спецрежиме, здесь были дроповые расходники, которые падали с неба. И у вас была отличная возможность, вне зависимости от команды, грамотно контролировать расходку, за счет этого зарабатывать дополнительные очки, возможно даже за счет нее вытаскивать флаги, ну и соответственно выигрывать все это дело. Сейчас же, как и в обычной хоре рельсы, убрали весь дроп, и это само собой повлияло на сам ход ведения боя в данном спецрежиме. Я не поддерживаю то, что произвели наши замечательные разработчики. Все-таки я считаю, что этот спецрежим был уникален непосредственно и в дополнение к самому вооружению за счет дроповой расходки. Сейчас же он более рандомен, да, я любитель вас по смоке, мне очень нравится это сочетание и все, что с ним связано. Но дроп вносил определенные дополнительные коррективы в этот режим и с ним он смотрелся, ну куда более интереснее, куда более круче, да. Но это не меняет того факта, что на этом спецрежиме можно очень грамотно и качественно забирать хорошие кристаллы, при этом не тратя никакой расходки. Ну и, безусловно, для меня этот спецрежим намного, намного круче, нежели Хори Рейса, да, и тот песок, ну просто, да, то есть если сравнивать, это, ну невозможно сравнить, просто невозможно. Этого спецмака в раз 400-500 лучше, чем тот спецрежим, который у нас был на Хори Рейсе, на песочнице. Поэтому давайте я балаболить особо сильно не буду, вы уже видите, что мы ведем 1-0, я сумел доставить флаг, пытаюсь выкладываться, да. Постараемся выиграть каточку, посмотрим, сколько сумеем мы заработать за нее. Я сегодня сыграл пару боев, пару боев один бой 3,5 или 3,300 получил, второй бой там около 2000, но где-то варьируется ваша прибыль от 2 до 3000, все зависит от того, как вы играете. Иногда больше, иногда меньше, но надо стараться, надо стараться, это отличная возможность заработка кристаллов без имеющегося вооружения, без расходки, то есть любой игрок, у которого там нету чего-то, вы можете спокойно зайти в этот спецрежим, наваливать, зафармливать, забирать, просто, ну очень, очень круто, очень круто. Я на мультах, в прошлый раз играл, выполнял спецмиссии, в этот раз, конечно, разработчики не сделали все специальные миссии, чтобы можно было выполнить их на воспаспаке, так бы, я бы думаю, на двух, может, даже на трех аккаунтах бы выполнил бы их, играя в этом режиме. Ну, к сожалению, как я уже сказал, в этот раз такой возможности разработчики нам не предоставили, поэтому немножечко похуже, немножечко попечальней, но это не отменяет того факта, что я буду играть и на стримах, ну и вот сейчас тоже на видеоролик в этом замечательном режиме. Любитель я уж такой у вас посмоки, что поделать? Даже без дропа я готов играть в этом режиме. Посмотрим, насколько, конечно, долго с дропом, ну, мне прям очень по кайфу было катать, может, без дропа не будет настолько жестко, как было до этого, но это все покажет время, ну, а пока давайте стараться выигрывать бой, остается у нас три минуты до конца, мы ведем уже 2-0. С дропом просто, в чем отличие дропа и не дропа, да, то есть многие, наверное, думают, какая разница, типа, там, дроповые расходники забирают, твоя команда забирает команда противников, да, и какая разница в том, что ты, там, берешь дроп или не берешь его, да, вроде же, как бы, ну, по сути, ничего особо сильно не меняется, но меняется, как по мне, все колоссально, да, то есть если здесь у тебя будут приваренные башни и челики, которые особо не понимают, что нужно делать в этой игре, то с ними выиграть будет намного сложнее без дропа. С дропом у тебя есть дополнительное преимущество, это если ты грамотно контролируешь расходки, ты, во-первых, тренируешь дополнительные навыки игры, которые ты не сможешь тренировать в обычном матчмейкинге, да, ну и плюс ко всему прочему у тебя есть некое дополнительное преимущество над противником, который не контролирует дроповые расходники, то есть, соответственно, с дропом эта игра становится более динамичной, более интересной, при том, что здесь с двух баз падает по фулу и сверху падает еще и аптечка, то есть если вы грамотно четко контролируете всю расходку, получаете в конечном результате очень крутую динамику и возможность жесткого фарма, поэтому без дропа немножко похуже, но я думаю, что даже и без него можно будет пробовать, может в следующий раз вернут дроп, я был бы очень этому рад, но пока ладно, все, играем, больше ничего говорить не буду, полторы минуты до конца, 425 очков, очень хорошо все идет пока что, команду хорошую мне закинуло, ребята стараются, потеют и вроде как с нею пока что у нас все складывается неплохо, можно даже немножко покемпить, пострелять, понакидывать, прошлый спецрежим я играл на клавиатуре, сейчас, как вы видите, уже полноценно играю на мышке, ну и по моим ощущениям на мышке получается у меня даже лучше, нежели было у меня на клавиатуре. 20 киллов это среднее количество, которое бьется в этом бою, ну и 3-1 говорит нам о том, что этот бой мы скорее всего уже, да не точно, уже выиграли, поэтому давайте покемпим, попробуем еще пару танчиков слить, может под 600-очку, если было бы вообще, было бы шикарно, 600-очку, давайте сольем, позиций здесь довольно много на этой карте, можно выбирать все возможные, которые вам только нравятся, 20 сек до конца, увезти наверное я уже ничего не успею, попробую дать пару киллов, еще я думаю, что можно, покидаем здесь, а, ну что тебе их повезет, нет, не успеет, 4 секунды, 3, 2, 1, играем еще одну каточку, посмотрим сколько дадут нам за эту 525, 2800, не кисло, не кисло, 2800 за такую катку, я считаю, что это очень достойно, без единой расходки, без единой расходочки, и даже если бы у меня, например, вооружение бы не имелось, то есть 2800 с премочкой, в такой катке это очень круто, вы можете посчитать сколько вы расходки тратите, сколько вы тратите батареек, играя в обычных матчмейтингах, где вы, ну, максимально можете там брать 4-5 тысяч, да, только если вы посмотрите сколько вы при этом расходки тратите, то здесь данный выигрыш будет намного-намного больше, я, честно, не знаю, сколько можно было фармить на хоре-рейсе, вы можете написать по этому поводу, но, как я уже сказал, на вас по смоке все варьируется от 2 до 3 тысяч, если прям очень хорошо у вас получается, то может быть чуть-чуть побольше, так, надо доставлять, отлично, мне никто не фокусит, пока там типа еще просыпались, один флажочек мы уже доставляем, неплохо, давайте пробуем накидочку оформить, попробуем слить, еще одного не сливаем, к сожалению, но здесь, наверное, лучше вот тут сверху покемпить, попробовать покидать урончик, может быть получится что-то у меня, но 1-0 это уже неплохо, пилов пока у меня особо нету, ну, сейчас мы это все дело поправим, у вас по смоку наверху, да, хорошо, к слову, по урону, да, прошлый раз, когда глава спасмака намного больше было смог без урона, как по мне, сейчас немножечко получше обстоят дела, но все равно бывают моменты, когда урон не проходит, то есть тоже печальненько, 5 минут до конца, так, давайте попробуем по левому флангу сейчас аккуратненько проехать, аккуратненько проехать и оттуда уже попытаться дернуть, если получится, будет вообще шикарно, надо вот этих кемперов слить, одного вот здесь сразу оформить, блин, не добил, на одну смоку остался, так, давайте по той же тактике по левому флангу попробуем, отработать, может сразу даже здесь на кемпе остаться чуть пострелять, но меня тут уже, скорее всего, салют, попробуем позбивать, лично две сбитые были, неплохие, наш тиммейт увозят, с приваренной башней, вот видите, такие молодые люди играют, и возят, с приварками даже, надо было его, конечно, немножко подстраховать, но он сумел сам доставить, это хорошо, что он сумел доставить, прикроем нашего тиммейта, покидаем по второму, чтобы на нас отвлеклись, а наш тиммейт, может быть, за этот тайминг доставил, шикарно, ну и 3-0, это уже хороший результат, теперь можно пробовать больше келять противника, чтобы они нам поднабили побольше фонда, и по итогу здесь забрать тоже, ну, либо досрочку сделать, тоже забрать, около двоечки за полбоя, думаю, что это было тоже неплохо, сейчас посмотрим, как пойдет, попробуем, попробуем, поможет мне интересно, мой тиммейт, помог, так, он забрал фуражочек опять, так, хорошая есть позиция, для кемпа, хорошо, уносим кабиночку, попробуем помочь тиммейту, помогаем одному, помогаем второму, шикарно, увозим, неплохо увозим, шикарно, я бы сказал, увозим, две сбитые подряд, третью не оформил, к сожалению, но 3-0, это хороший счет, то есть 3-0, это задел, даже если противник захочет камбэкать, я думаю, что на турбо сушечке, такое точно не теряется, 3-0, поэтому, можно пока что с агрессией поиграть, получится, получится, не получится, но, печально, так, два рыльника меня просто, ставили, ну и, было бы неплохо, наверное, позицию какую-то занять, ну, как-то я без позиции катаюсь, просто по карте, может, стоит немножко покемпить, как-нибудь вот здесь, например, постоять, пострелять, понаваливать, на раскачке, вот, по верхнему, тоже неплохая залетела, по боковушечке, не получилось, к сожалению, ладно, плюс один еще на АФК, пильчик, наш тиммейт увозит, дадим ему возможность, отличный переворотик, успею доработать, успел, шикарно, Назарчика, хорошо, а вот теперь можно попробовать дернуть, пару противников унесли на рез, пока там еще АФК стоит, у нас вроде как все хорошо, можно оформлять четверочку, красивую, нет, к сожалению, не оформляем, но неплохо наш тиммейт, нет, на подсосе че тоже не доработал, успеем ли добить, наш поставит, нормально, хорошо, доставочка есть, меня быстро сейчас отфокусит, скорее всего, но, чуть-чуть пробуем, пожить, пожить, на одну смоку остался, минута сорок, четыре ноль, триста пятьдесят очков, катка, в которой, наверное, будет около двух косарей, скажите мне, что не так много, но, я скажу, что это неплохо, я скажу, что это неплохо, возможно, даже не то, что возможно, точно, с дропа можно было брать больше, за счет того, что вы могли контролировать, вражеские респы, но, ну, что я могу сказать, по этому поводу, печально, печально, да, печально, что нет дропа, печально, печально, но, как вы знаете, право выбора, что нам оставляет игра, правильно, либо играть, либо не играть, а я, как любитель вас по смоке, ну, сказать себе нет, довольно тяжело, довольно тяжело, можно, конечно, можно, но довольно тяжело, поэтому я, все-таки, больше предпочитаю даже на такой спотмаке покатать и вам советую тоже попробовать покатать я более чем уверен что вам зайдет этот режим вы сумеете кайфануть поиграть на чем-то новом, необычном да, не на каком-то дефолте который вы играете раньше или играете просто в обычный матчмейкинг ну а здесь уже как бы можно так сказать минимальный киберспорт киберспорт был бы конечно если был бы дроп дропа нет киберспорта тоже меньше намного но в общем и целом что-то все равно в этом есть такое за что мне нравится конечно этот режим заканчивается бой 2500 еще одна катка то есть по сути мы больше пятерочки порманули за данный видеоролик не используя ни одной расходки ну и для сравнения примерно если вам сказать например я смогу заработать порядка 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 ну пусть будет 4000 за обычный матчмейкинговый бой но я буду играть трача расходку и смогу получить на 1500 больше но при этом мне придется потратить на расходку пусть будет по 10 припасов да то есть 1500 пусть будет 5 аптечек это еще ну округлим до 1000 да 2500 ну и 7 батареечек это еще 2000 то есть в сумме если просто перевести в расходку сколько вы тратите в ежедневном матчмейкинге в одной катке вы тратите около там 3-4 тысяч окей если 50% скидка это 2000 и по итогу с катки в котором вы можете не иметь даже вооружения не иметь расходки вы при любом раскладе получится больше хоть и кажется что якобы там вы получили меньше но обычная простая математика поэтому друзья если вам нравится воспасмака обязательно зайдите поиграйте кайфаните ну может не так жестко без дроп но я думаю что оно того стоит если вам понравился данный видеоролик обязательно не забывайте прожимать лайки подписываться на канал напишите что вы думаете по поводу этого спецрежима играйте не играйте мне тоже будет интересно почитать с вами был Мастер Баночка всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока